Еще вопрос. Это уже от зрителя, который подписывается Романц. Какой самый плохой сценарий, Альфред Ингольдович, окончания войны для Украины? Например, через год-два потери территорий до Днепра, госпереворот и установка режима какого-нибудь кремлевской марионетки? Какой самый плохой, реалистичный сценарий окончания войны? Ну, слушай, ну полное поражение Украины. Просто военное. Окупация. Вот аж до пользы тебе самый плохой. Вот тебе, пожалуй, самый плохой. Реалистичный? Абсолютно. Почему нет? Если война будет продолжаться, как она идет, рано или поздно это случится. На фронте ситуация очень плохая. На фронте ситуация очень плохая, но посчитали, кстати, пророссийские какие-то политики посчитали, которые недовольны темпами наступления и говорят, что круче надо воевать и жестче надо воевать и более жестокими методами надо воевать. Вот кто-то из них посчитал, что только для того, чтобы оккупировать Донецкую область, которая не полностью еще захвачена российскими войсками, вот такими темпами, как сейчас, понадобится еще пять лет. А ты представляешь себе, сколько еще идти? Я спросил плохого сценария, ты мне разве временные рамки поставил? Нет, конечно, нет. Ну вот я тебе говорю, плохой сценарий, полная оккупация. Хоть через 10, хоть через 20 лет. Но вот туда это все и придет. А ты думаешь, что вот это реалистичный сценарий, что война может в середине Европы продолжаться 20 лет? Вообще нет. Сколько ушла Ирано-Иракская война? По-моему, восемь лет. А тут еще только трех не идет. Ну, где шла Ирано-Иракская война? Где-то там далеко, далеко на непонятном... Далеко, это снаряд чего мерить, знаешь? А далеко от Парижа спросили, в Саратове. От Парижа, от Берлина, от Лондона. И что? И что? У нас в Югославии война шла. Сколько лет? Не 10 лет. Сколько лет от Парижа и Берлина? Война в Югославии шла, по-моему, 8 лет. Ну вот, пожалуйста. Ну как считать, на самом деле? Плюс еще Косовский конфликт. Потому что Косовский конфликт начал разгораться еще в году так, в 87-м. Косовский конфликт, на самом деле, в активную фазу перешел уже после того, как эта война закончилась. Началась новая. Ну да, я Косовский конфликт... Если вместе считать, то вообще 10 лет получается. Ну хорошо, 10 лет, да. Ну вот. Там никого не смущало, что, так сказать, до Берлина можно пешком дойти за пару дней. Ну хорошо, а ты считаешь, что вот стратегия войны на изматывание противника, которую, похоже, приняла на вооружение Украина, она не может принести плодов? Такая непонятная, кто из них взял на вооружение. Россия считает, что она изматывает противника. А Украина считает, что она... Кто первый раньше измотает? У кого изматывает, непонятно. Знаешь, пока толстый сохнет, худой сдохнет. Данные говорят, что скорее, так сказать, идет изматывание Украины. Особенно с учетом того, что там разрушение энергетической инфраструктуры и так далее. Кстати, как ты думаешь, а здесь, в этом отношении, никакой эффективной помощи Западам не может быть отказано? Оказано, простите. Здесь, это в чем здесь? В восстановлении энергетической инфраструктуры. Ну ты же прекрасно понимаешь, любое восстановление, возможно, после того, как война закончилась. Что такое восстанавливать во время войны, это мы знаем на примере восстановления Грозного во время Первой Чеченской войны. Все эти деньги просто уходили никуда. Сегодня восстановит, завтра Путин опять разбомит. Поэтому, конечно, даже с этих точек, с этой позиции, позиция Запада, что типа давайте скорее заканчивайте, она же тоже объяснена. Запад же прекрасно понимает, что это ему потом все это восстанавливает. Во всяком случае, на его деньги. А у Запада есть достаточно рычагов влияния, чтобы заставить Путина вести переговоры? Не знаю. Не знаю. Ты понимаешь, для того, чтобы... Я не вижу, что у нас недостаточно рычагов влияния, чтобы Зеленского заставить вести переговоры. Не говоря уже... Ну, послушай, Зеленского, наверное, можно заставить, отказав ему в той помощи, которую он просит, сказать нет. Ну, понимаете, сейчас и происходит. Переговоров мы тебе помогать больше не будем. Вот именно это сейчас, скорее всего, и происходит. Именно поэтому сейчас все больше и больше сигналов, что на Банковой задумались о том, чтобы начать переговоры. Да это уже они даже слушать не хотят. Путина. Да. Сейчас отвечу. Прости. Да, да, да. Вот. Понимаешь, да? Поэтому, видимо, они вот пока как раз этот вариант делают. И, может быть, Димаш Байден именно с этим и связан. Что, типа, парень, мы тебе будем помогать, но сначала начни переговоры. Пока ты не сядешь за стол переговоров, никакой помощи не будет. Но тебе не кажется, что никаких признаков того, что Путин готов вести нормальные, серьезные переговоры, а не переговоры о капитуляции? Всякий раз, когда я начну приводить примеры того, что все-таки признаки есть, всякий раз меня начнут упрекать о том, что я, так сказать, путинская консерва. Да, и начинаю его оправдывать. Ну, это же не правда, что нет никаких признаков. Есть признаки. Он постоянно говорит, что он готов к переговорам. Да, он обозначает какую-то, так сказать, достаточно экзотическую, скажем так, переговорную позицию. Но это же переговорная позиция. Но он же не отказывается от переговоров. Садитесь с ним, разговаривайте. Вы же не садитесь. Есть ощущение, что очень немногие украинцы поддержат это решение. Садиться за стол переговоров с Путиным на тех условиях, которые выдвигает Путин. Хорошо. Ага. Вот у меня все время... Жень, вот опять, я заранее прошу извинения. Я за то, чтобы завалить Украину оружием, и она победила Путина. Давайте вернемся туда, где мы из наших фантазий, в мир, в котором мы реально находимся. Ни ты, ни я не можем принять решение о том, чтобы завалить Украину оружием. Правильно? У нас нет таких рычагов. Мы ни на кого не можем надавить, ничего. Мы можем только рассуждать о том, что нужно Украине дать оружие. И говорить, как бы это было бы здорово. И клеймить, так сказать, слабых и трусливых западных лидеров. Это все, что мы можем. Нас с тобой услышат наши жены и еще, так сказать, два с половиной инвалида из наших слушателей. Западные политики нас не слушают, нас не воспринимают. И даже зачастую не знают о нашем существовании. Поэтому давайте анализировать ситуацию такой, какая она есть в реальности. А не такой, какой нам хочется, чтобы она была. И реальность состоит в том, что Запад не хочет влезать в этот конфликт по полной программе. Он не хочет брать на себя никакие риски. Он готов помогать Украине до тех пор, пока этого нет. Нет ни рисков, ни влезания в этот конфликт. Вот сейчас, по мнению Запада, не по моему или твоему мнению, а по мнению Запада, наступил тот момент, когда дальнейшая эскалация конфликта чревато тем, что он будет в него в тяну. Для него возникают риски. И даже наиболее, так сказать, трусливые представители западного эстаблишмента боятся, что будет ядерный удар, которого они не хотят. И поэтому они говорят, садитесь за стол переговоров. Мы не готовы, так сказать, умирать вместе с вами за вашей территорией. Есть такая версия. Но, согласись, мы ни разу в такой твоей жесткой формулировке не слышали ничего подобного из уст хотя бы какого-то западного политика. Да как же не слышали-то, ровным счетом слышали. От Шольца, от Салливана, от того же Байдена. Мы ни при каких условиях не будем принимать лишь участие в этом конфликте. Ни один у меня танец, в скобках немцев, а воевать там не будет. Извини, я не об этом. Мы не будем ставить Тауроса, говорит Шольц. Потому что я вижу для себя риски втянутыми быть в конфликт. Мы не хотим участь быть втянутым в этом конфликте. Но это же прямо открытым текстом говорится. Олег, ты меня не понял. Да. Ты меня не понял, прости. Это говорится открытым текстом, да. Но никто не говорит открытым текстом садитесь за стол переговоров немедленно. Я об этом говорю, что пока в жестких формуляциях... Мне кажется, мне кажется, что за закрытыми дверями они, так сказать, нагибают Зеленского в полной программе. Просто они не хотят в паблик вылезать с позиции, которая унижает Зеленского. Они хотят дело представить таким образом, что это он сам принял такое решение. не потому, что его заставили. Просто из деликатности, из желания ему помочь. Если же они, так сказать, увидят однажды, что... Ну, ты же знаешь, ну, опять же, я же не придумал ничего, так сказать. Где-то, кстати, в западной прессе было. О том, что у Запада есть определенное разочарование в Зеленске. И там много всяких вопросов к нему возникает. И то, как они комментировали этот его план победы и саммит мира, тоже, так сказать, не очень комплементарно, прямо скажем. Понимаешь, поэтому, конечно, когда-то это дойдет до какой-то точки, когда они поймут, что он не хочет их слышать, и все равно свою линию гнет, и они просто, так сказать, в открытую скажут «садись за стол переговоры». Ну, то, что, так сказать, переговоры желательны, ну, по-моему, это очевидно. Запад неоднократно выступал за это. Ну, что ж, ты ответил мне «спасибо большое». Спасибо большое за твой ответ, как говорится. И этот ответ тоже принимается. С твоего позволения. Рассказать мне, что ответил господин Савастьян. Во-первых, про Митя Шрохлина? Ну, да. Ну, расскажи. Ну, во-первых, я послал ему, на всякий случай, то, что ты написал в интернете в соответствующей главе книги. Ну, и, кроме того, он послушал наш фрагмент разговоров. И, значит, под запись, можешь посмотреть, в это воскресенье вечером сказал мне примерно следующее, что о этих разговорах, переговорах, терках, там, нескольких человек, которых ты называл пофамильно, я имею в виду и генерала Рохлина, и Коржакова, и генерал, забыл его фамилию сейчас. Ачалов, Крючков, ну да, полковники там всякие, да, Баталов. И так далее. Значит, им в администрации президента было хорошо известно еще с начала 1998 года. И что в один прекрасный день кто-то из участников этого заговора был приглашен Евгением Вадимовичем к нему в Кремль, и там состоялся короткий разговор, после чего в заговорщике все разбежались. Все? Да. А, понятно. Напомню, Евгений Вадимович, это тот самый, которого Коржаков мордой в землю возил там у офиса Гусинска. Это очень вольное... Ну, так, людей, которых тот послал спасать Гусинска. Слушай, я по поводу тогдашних руководителей ФСБ не очень высокого мнения. Поверьте. Вот. Он пригласил, и все разбежались. Даже они пригласили. Он пригласил, они его выслушали и продолжили в том же духе. Нет. Он говорит, что человек побелел и мгновенно сказал о том, что все, мы это дело заканчиваем. Чего корпус волгоградский расформировали? И раз они такие, так сказать, крутые, что люди белеют от разговора с ними. Не знаю. Ладно. Оставим. Я не хочу, так сказать, высказывать свое мнение относительно всей этой, так сказать, компании. Во всяком случае... Как они Чеченскую войну вели, как они к ней готовились, как они, так сказать, первый штурм Грозного организовывали. Это вот великие такие КГБшники, от которых, так сказать, люди белеют после того, как они с ними разговаривают. Во всяком случае, они такие, так сказать, крутые, вот все эти, так сказать, ребята-демократы. Ну, послушай, ты же знаешь прекрасно, что Евгений Селастьянов не был профессиональным чекистом. Да, и так же к нему, поэтому так к нему и относились. Что, типа, тут какой-то ряженый ходит. А в тот момент, когда происходили описанные события, он был заместителем главы администрации президента. Да, и вот представь, что он побелел, ушел, и все равно все прекратилось. Что он побелел-то? Что ты мне сделаешь, подумал про себя, так сказать, этот генерал, с которым разговаривал. На столе лежала папка с оперативными руководителями. И что, кто скурату против него головку возбудит, тот скорее против тебя возбудит. Что меня Ковалов в тюрьму посадит, это никогда в жизни. Ковалева, он вызывал Ельцин на ковер в 97-м году и требовал расправиться с Рохлиным. А через год, так сказать, Рохлин как огурчик, ездит по России и выступает с призывами к мятежу. Целый год он не мог с ним справиться. И когда Ельцин приглашал к себе Ковалева и спрашивал, почему ты так себя ведешь, он говорил, а я не могу следить за депутатом Госдумы. У нас есть закон об оперативно-развитной деятельности, который запрещает прослушивать депутатом Госдумы. Идите нахуй, Владимир Николаевич. Поменяйте закон. Ты же знаешь, как Путин ответил Примакову, когда тот требовал от него, так сказать, следить за Явленьским. Ну, хорошо. Вот и все. Поэтому, что тут Севастя, он побелел и пошел, так сказать, говно ронять. Это, слушай, это иллюзия. Я, будучи вице-премьером, тоже, так сказать, иногда кричал, топал ногами и требовал. И у меня тоже были рычаги влияния, знаешь. Но люди часто очень непростые. поворачивались и делали все равно по-своему. Много я мог, так сказать, приказать тому же Березовскому или Гусинскому. Нет, ну, послушай. Ну, там же заместитель главы администрации вызвал какого-то генерала и сказал, ну-ка ты прекрати, а тот побелел и прекрати. Ну, подожди, пожалуйста, извини, ради бога. Тем не менее, появился новый медистр обороны, новый начальник генерального штаба, новый начальник главного управления воспитательной работы. Корпус, почему расформировали, если никакого мятежа не было? Корпус, самую боеспособную часть в российской армии, которая доказала это штурмом Грозного, почему расформировали? Сначала в весне поменяли командование, а потом все равно расформировали. Почему? Я уточню. Я не готов ответить. Ну, Ковалев не боролся с этим мятежом и пришлось заменить его на Путина, как директора ФСБ. Почему? Ну, почему Ковалева заменили... Прямое указание от Ельцина этим заниматься. Прямое. За год до этого, когда Ельцин выступал, говорил, мы всех этих рохлиных сметем, говорил Ельцин. По моей информации, по моей информации, которую я своими ушами слышал от Валентина Юмашева, Ковалева сняли за то, что готовились снять. Я слышал, когда его готовились, снять, и называли фамилией Путина, как следующий директор ФСБ, потому что он не хотел бороться со Скуратовым. Понятно. Понятно. За Скуратовым надо было бороться, потому что он боролся с семьей. Тем не менее, так получилось в итоге-то. Но ты пойми, что вся эта история с Скуратовым, и с Рохлиным, и с шахтерскими забистовками, и все, это все звенья одной цепи. И вот с этим всем не хотел бороться Ковалев. Он же точно так же не хотел бороться с перекрытием железных дорог, хотя это прямая его обязанность была. Потому что это и есть защита национальной безопасности. Государственной безопасности. Когда у тебя Транссиб перекрывают, и у тебя страна разваливается на две части. Если это не защита государственной безопасности, то что такое защита государственной безопасности? Он не разорвлял эти митинги. Ковалева не разорвлял эти митинги. Ты это прекрасно знаешь. Он ничего не делал для того, чтобы это ликвидировать. И то же самое с МВД. Они ничего не делали для этого. Сосуев и Немцов ездили и просили рабочих уйти с железной дороги. Обещая им золотые горы. Вот и все. А по идее в любой стране, хоть до самой демократической губернии, приходит полиция и под жопу пинком выгоняет. А самых главных зачинщиков сажает, потому что это уголовное преступление. Так прости меня. Все правильно было с отставкой сделано из замены Ковалева на Путина? Безусловно. А зачем нам служба безопасности, которой они занимаются безопасностью государства? Она всем чем угодно занимается, кроме этого. вот и все. Конечно. И равно поэтому уже и Куликова выперли. Правда, за весной еще. И вместо него Степашина назначили. Ты имеешь в виду министра внутренних дел, Куликова? Потому что он занимался всем, чем угодно, кроме безопасности, кроме внутренних дел. Интриговал, какие-то досье собирал и так далее. То там он, понимаешь, Лебеди снимает, то потом с кого он опять снимал. Чубайса. Чубайса снимал. Чубайса он снимал? Он там материалы собирал, кельцам с папочками ходил. Он никогда не занимался внутренними делами, борьбой с преступностью или еще чем-то. Он все, папочки собирал. Интересно. Эту историю я не слышал, но неважно. Еще услышу. Альфред Ренгольдич, надо заканчивать. Редактор субтитров Корректор А.Егорова